Друзья, к нам пришли наши подписчики, уже друзья, мы их знаем много лет из Германии. Слушайте, так приятно, неожиданно, они нам позвонили, что мы рядом, мы живем здесь рядом с вами и придем в гости. Вот они, Владимир, это наши подписчики, мы уже знакомы давно, его жена Наталья. У нас уже два раза снимали, кто нас смотрит, постоянно, да, уже видели, мы ходили в гости к ним, в Екту. Ребята из Германии, они из своего магазина привезли из Германии, привезли нам тульские пряни, в Германии привезли нам конфеты лайма, это Прибалтика. Рига, Латвия. Да, ну а это ваши, да, все или это тоже? Это все производится в Германии. Это продукты из Германии. То есть сыр-косичка. Сыр-косичка. Я сейчас захлебываю, видите, собака Павлова. Я сам еще не смотрел, откуда, да. Даже сам не знает. Нет, ну это Лакман поставляем. Спасибо, ребята, вам уже подарки, очень приятные. Спасибо вам большое, что нашли время, что зашли к вам, посидим, выпьем кофе. Отлично. Друзья, добрый вечер. Добрый. Вышли вечером на улицу, они у нас были, слушайте, подписчики из Германии, но они уже давно у нас, мы их показывали, как-то мы у них два раза даже в гостях были. И вот сегодня они к нам пришли, принесли подарки, а сейчас мы идем, друзья, в Сиреницу. Друзья и Наташа, привет вам. Парабах. Идем в Сиреницу, друзья, там у нас еще одна наша подписчица, мы ее не видели, просто наши знакомые сказали, что она у них попросила наш телефон, они нам позвонили, что могут ли они нам дать, они нам и ей дать наш телефон. Ну, мы сказали, да, можно. С удовольствием. И вот она позвонила, да, и сказала, что она нас ждет в Сиренице, она хочет нас видеть, хочет с нами поговорить. Познакомиться. Мы свободны, мы не отказываем, так что мы идем, пешочком пройдемся. Если она захочет сняться, вам ее покажу. Она из Белоруссии, да, зовут ее Галина. Так что встретимся. Увидимся на месте. Да, у нас солнышко, время шестой час. Очень приятная погода, комфортная сейчас, хорошо. Знаете, вот вчера мы встречались с Ириной и Сергей, они до этого ездили как бы часто в Испанию, то есть, ну, их любовь, скажем так, была Испания до Турции. Пока они не познали Турцию. Вот мы вчера идем, у меня сейчас большая камера, то есть, я держу большую камеру. И мы идем вечером, мы их провожали. Я камеры снимаю, несу ее, знаете, в руке. А Серега шел-шел, так смотрит на камеру, говорит, да, говорит, вот так, вот так, говорит, с такой большой камерой. Еще и так вот в темноте, говорит, в Испании ты бы, говорит, не прошел, я говорю, в смысле. Он говорит, уже бы вырвали и, говорит, побежали бы. Я говорю, да ты что? Он говорит, да, ты что? Там вообще надо было ее бы спрятать, чтобы не светить, говорит, спрятать. Ну, а что я вот далеко ходить? Сейчас к нам приезжали наши подписчики из Америки, Башар и Рита. Очень классные ребята, я им их показывал. И вот же они, я не знаю, рассказывали, нет, он рассказал, Башар, они летели через Мадрид, в Мадриде ночевали и утром вышли, чтобы ехать в аэропорт. Вот Башар сказал, я забыл, что я не в Турции, расслабился. Стоял, стояли эти чемоданы, уголы гостиницы, они ждали машину, такси. И на чемоданах стояла сумка. Два парня, говорит, мы пошли, схватили сумку и дальше пошли. Не жалко, говорит, ну, сумка новая, в сумке, слава богу, он говорит, что не было документов в сумке. Но был новый айпад и что-то там, какие-то оригинальные вещи, да. И там, может быть, какие-то косметики. И вот он еще и сказал Башар, вот вам и разница с Турцией. В Турции такого не происходит. То есть, он говорит, я поэтому и расслабился, что достал чемодан, поставил и стоим, говорит, в метре от них. Ну, честно скажу, у меня бы мысли не возникло, что я стою практически у рецепшена, у гостиницы на ступеньках, и что меня прямо здесь обувят. Да, вот видишь как. Вот так бывает. Вот это непридуманные истории, вот они рассказали. Так что вот, а мы идем... Это мы хотим сказать, наверное, пока что плюс или бонус. Ну, это большой плюс Турции. Здесь такого нет, что вот тебя вырвут, ты идешь с камеры, тебя могут ее вырвать и убежать. Пока такого нет. И я даже не слышал, чтобы кто-то говорил о вот таком, что вырывают. То есть, ну, пока здесь все-таки плюс, чем в Европе. Друзья, наши подписчицы Галина, очень приятно. Добрый вечер. Мы пришли навстречу. Спасибо вам большое. Так приятно, что люди как-то смотрят, отзываются. Мы вас смотрим давно. Точно, конечно, не можешь сказать сколько, потому что как-то не фиксируешь это. Но я как начала смотреть и стала пересматривать предыдущие ваши видео. А муж вообще, Сергей, от вас такой поклонник. Вот все ваши путешествия по несколько раз приходят восхищенно. Ой, Галя, он там был. А ты знаешь, они там с Димкой были. Я ж удивилась. До этого никогда такого не было. Вот, чтобы он, ну, восхищался вот этими вот блогерами. Вообще он какой-то консерватор у меня такой вот. А потом, как я... Серьезный мужчина просто. Ну, может быть, может быть. Вот я принесла маленькие гостиницы. Спасибо большое. С Беларусь. Вот. Ну, хочется, чтобы вам понравилось. Спасибо большое. Спасибо большое. Я могу показать. Показывайте. Это книжка. Просто думаю... Это я люблю. Вот. Я думаю, дело в том, что... Я же с собой была до этого в командировке. А брала с собой почитать. Насло жалко. Ну, не хочется везде. Я думаю, вам пригодится. Большое спасибо. Как будто вы написали. Ага. Я не знаю. Не знаю. Там детектив такой легкий. Это сыр белорусский. Спасибо. Это вкусно. Это продукты питания уже пошли. Да. Мы не пропадем здесь. Это Салла. Муж салил. Морик. Мусочек. Как зовут мужа? Александр. Александр. Вы согрели нашу зиму. Благодарю. Спасибо. Спасибо, да. Я просто правильно вижу хлебушку. Это тоже белорусский. Угодили Ири. Кажите, как и неудобно получилось. Я зашла в магазин, и там написано «Бородинский хлеб». Думаю, ну все. Самовар в туловизна со своим самоваром. Нет, он здесь немножко другой. Ири не очень. И радость. Запрещенка. Радость. Спасибо. Такая вот настоящими кусочками. Спасибо вам большое. Да, да, да. Я прямо в Калмаск. Я, как собака Павла, уже зашла в голове. Хочу домой быстро. Кушайте. Спасибо. Будем кушать. Потому что, знаете, я считаю так. Вы нам доставляете удовольствие. А где-то должен быть энергообмен, или как это правильно называется. Вы сказали, когда звонили. Да, энергообмен. Такое интересное изречение. Я с ним не считаю, что это правильно. Люди мало того, что общаются между собой, обмениваются, да, чем-то, чем-то делятся. А это вот, наверное, и есть. Вы смотрите. Вы хотели, наверное, поближе нас увидеть. Многие говорят, то я толстая, то я худая, то я высокая. То я... Нет, ну это понятно. Может быть, как-то телевидение или там что-то искажает. Или наоборот, я говорю, Серега, ты можешь такие какие-то фильтры поставить? Минус 20. Он говорит, ты ж с ума сошла, ты подкраситься не хочешь. Есть только минус 30. Дилет в минусы килограмм. Ну да, да. Минус замечательно. А тут уже ничего не поделаешь. Какие вот есть, такие есть. Кто-то говорит, ой, я вас такими представляла живьем. Так и говорят, да. Ну, какие есть, действительно. Да, какие есть. Спасибо вам большое. Очень приятно смотреть. Я смотрю всегда, ну, пытаюсь вечером, когда уже спать ложишься, на расслабоне, позитивные эмоции какие-нибудь. Спасибо вам, Сергей, за съемки такие хорошие. Вот я не знаю, вы же, наверное, не профессионал, любитель, но вот качество, вот это места, ракусы найдены. И вот не только ваша жизнь, но и жизнь вот Алани и все. Мы хотели в свое время купить квартиру, и поэтому вот стали смотреть блогеров. Но у нас чуть-чуть не получилось. Думаем, что получится попозже, когда-нибудь. Но мы вам искренне желаем этого. Если вы хотите, значит, оно придет к вам. Потому что Сергей уже где-то 45 лет проговаривал. Ну, я тогда даже внимания не обращала. Надо, наверное, ну, у нас же как Эстония, мы любим свою Эстонию, мы там родились. У нас там родители, сестра, все семьи у всех. Как сказать, просто у нас все хорошо, кроме погоды, вот так скажем. В день может поменяться и дождь, и ветер, и снег, и пурга, и оттепель, и туманность. Все на все это. Ну, сейчас уже холодно и дожди. Да, вот сегодня, например, целый день льет дождь, 11 градусов, поэтому оттого и ты болеешь, и уныло себя чувствуешь, как в каменном мешке живешь. А здесь только солнце, но когда Сергей собирался куда-то к солнцу, я думала, что это еще какая-то потом, когда-то не в этой жизни, не сейчас. Это еще так далеко, я как-то отмахивалась, у меня где-то тут под коркой даже не укладывалось. Помог ковид. Да, поспособствовало, как подтолкнул прямо к этому. Начали люди терять работу, ты начинаешь думать, ты это тут просидишь, все проешь, или может быть что-то приобретешь и как-то попробуешь хотя бы. Ну, вот так и получилось. Если бы не он, я бы под лежачий камень вообще не купила. А у нас наоборот, в семье по-другому, я чуть-чуть двигатель, а муж наоборот такой вот, более приземленный. Мне уже билеты были куплены, уже договорено с агентствами, уже выборы, на выбор было несколько квартир. Ну, события февральские, меня испугали. У меня на 3 марта были билеты. И я испугалась, вот не знаю, вот в то время я поступила глупо, потому что вот этот период 2-3 недели, рынок падал, вот вообще цены были ниже. А я вот за свои это, сдала билеты, все расторгла, сказала риэлторам не приеду и все. Ну, потом, конечно, пожалела. Ну, что сделали? Кто знает, это сейчас так, я думаю, еще было бы желание, а шанс всегда есть. Вы присмотритесь, вот вы приехали, отдохнули, вы присмотритесь к комплексам. Сейчас еще, какие наши годы, как говорится, было бы желание? Я давно езжу в Турцию, я с турками работаю, я сейчас приехала в Стамбул, вот была в командировке и приехала сюда, вот хотят на морщик отдохнуть. Мы хотели с мужем, но получилось, что я виновата, я про документы его, у него паспорт закончился, загран. Мы россияне, но живем в Беларуси, а это через консульство, через три месяца. И мы расстроены, конечно, сильно. Ну, я сказала, ну, поеду, я поеду, потому что три ковида и все там наслоилось. Я говорю, в зиму хочу на море, потому что я так люблю море. Вот, ну, сейчас самый такой ласковый период, когда солнце не такое не жжет, не печет, да, но оно еще нежно греет, и морюшка прогрелась в восторг. И удобная эта локация у вас, мне очень нравится. Тебе очень интересные, здесь жираловый такой, пицца-структура, ну, не как везде, просто там борки или что-то. Пицца-сельщина, и красивое фойе. Тут есть и господи-спа процедуры делают, да, и хамам, и сауна, то есть большой комплекс. Да, 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 и косметологи есть, и что, и магазин, и детские комнаты, и фитнес, то есть вот полностью, можно сказать, укомплектованный отель пятизвездочный. Вот, все-все-все-все. И недалеко от моря, главное. У нас сегодня, магазины здесь хорошие. Ну, тут же и трансфер ходит на море и в городе. Да, 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 ходит несколько раз в день. Идеально, я как раз, потому что, забыла, точно, даже в центре города, по-моему, в семь вечера, последний. Ну, я рада. Отдыхайте, наслаждайтесь. Хорошо, спасибо. Спасибо вам огромное, очень приятно, Галь, спасибо, что разрешили снимать, не каждый. Может, очень приятно даже получилось такое интервью интересное. Вы приготовились, что получилось, просто вопросы, ответы, вот и все. Ну, каждый не хочет немножко о себе рассказать, а кто-то более закрытый. Ну, все же мы люди, все мы разные. Мужу спасибо за сало огромное. Своим это ручная работа всегда очень ценится. Это мы подумали о нас, втащили. Это, знаете, как приятно. Дело в том, что как-то спонтанно сало вышло. Я говорю, Саш, ну давай возьмем. Он говорит, надо было на рынок специально ехать, я бы лучше там вот тот кусочек объяснять. И в этом я участие не принимаю в засолке. Я говорю, вот что есть в холодильнике, беру, понравится, понравится. Как же, может, свинина здесь не понравится. Уже по ней скучаем, да. У нас же в Эстонии как бы, ну, основное, ну, свинина, мы и привыкли к свинину, курятину, потому что говядина у нас во все времена была дорогая. И хорошей говядиной не такой большой выбор. Вот и варишь, 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 варишь. А в итоге парировал как-нибудь. А рыба у нас тоже не очень большой выбор. Здесь, конечно, Турция насчет этого, мы очень довольны. Ну, я тоже рыбу люблю. Вот, ну, только приехала, еще нигде не было, еще вот только два дня, как приехала, три, три дня. Ну, ничего, я девятого уезжаю, так что за девять, до девятого успею кругом побывать. Ну, да. Вот, рыбы поесть, на моречке побывать. А была вчера еще на вторничном рынке. В принципе, круп там очень много. Вторничный хороший, рынок большой. И сезон, и винограда, сезон, сезон этих вот, авокадо, и эти, и светлые тюрзи. А, инжир. Инжир, да. Инжир, конечно, бесподобно вкусный. И очень полезно, я тут для себя открыла, что он прям, там, и для сосудов, и чего только не лечит. Нет, я взяла вчера и папайя, манго взяла много, потом кактусовые вот эти вот плоды, не знаю, как называется. Красные такие. Да, они продолгала. Драгонфрут. Китая, он, Питхая. Ну, в общем, на пробу взяла, вот что понравится, буду дальше в рай. А вы ударили не по-турецким, а ударили по-тропическим. Да, да. Мы раньше ездили в Таиланд. Прямо наш человек. Мы вообще с Владивостока. Вот, но получилось, а получилось так, что мы переехали в Беларусь. Вот, 13 лет назад. И у нас встреча с друзьями, получается, они с той стороны, мы с этой. И в Таиланде. И в Таиланде. Самые удобные. Юбилеи какие, где что, мы там встречаемся. Вот. Ну, Таиланд это наша любовь. Мы тоже там были. Любовь, да. Но по-моему, в Таиландии в Белару, мы тоже очень давно не были. В 19-м году после этого, до ковида. Да, в 19-м году. И когда Сережа выпирал, мы так помолимся, что все-таки, ну, скажем так, на машине не доедешь. Да. И перекрыты долгие. Долгие. И, допустим, дочка, внучку нам не привезет там на лето. Да, и там на недельку на дырами, да, и сюда на ковида. Да, да. Получается накладывание. И там, конечно, жарко и нестерпимо жарко. Вот так вот. Здесь все-таки времена года какие-то есть. Вот эти два месяца перетерпеть. Вот эти вот, про покупку, там же не дают ВНЖ, а там как-то визы какие-то, пенсионные. Пенсионные можно оформить, дают, но все равно она неудобна. Надо подтверждать деньгами каждый год ездить в Бангкок. Это тоже не очень удобно. Ну, в общем, там много минусов получается. Да, туда хорошо отдыхать, а надо постоянно ездить. Жизлажность высокая. Здесь все-таки есть вот эти моменты продышаться. Зима, которая нам по духу, она нам близка. То есть мы в нее и не мерзнем, и нам и в квартире тепло. Ну, подтапливаем, конечно, это. Никто не отменял. Ну, тряпками там, как обрань. Ну, хорошо, что есть какой-то перемена. То есть есть и жара, есть и можно как-то продышаться. Да, продышаться. Это точно. В августе продышаться сложно. Мне тоже Турция нравится. Ну, дай Бог, будем встречаться, еще приезжать. Да, спасибо вам большое. Спасибо, Дали. И мужу привет огромный. Обязательно. Спасибо ему огромный привет. Вот так, друзья, встретились мы с нашей подписчицей. Привезла она нам гостинство. Слушай, приятная очень женщина. Поболтали, поговорили, немножко вам показала, о чем разговаривали. Да, вот здорово, люблю таких людей. Коммуникабельная, открытая. Приятно. Здорово. Идем домой, еще солнце, видите, не село. Пойдем, мы даже, наверное, успеем походить, да, Ира? Да. Ну, все, иди. К Сыре хорошо договариваться. Да, приказал. Она про спорт не против никогда, да, Ира? Нет, нет. Спорт мы любим, правда? Ну, поели и бегать. Друзья, доброе утро. Доброе. Ну что, вот, 10 утра, мы вышли, без 15, идем навстречу. И поедем в ГЕЧ, друзья. Настал, так говорится, день Икс, когда мы поедем в ГЕЧ. Три месяца, три месяца прошло, друзья, и мы не так, тишина, то есть ВНЖ. Я что-то так волновалась, переволновалась, потом устала уже бояться, а сегодня даже ночь, как-то какая-то рваная у меня ночь была, знаете, такое чувство, многие знают, как перед экзаменами, или под какой-то новой работой, какое-то такое движение в животе, непонятное в мозгах. Ну, волнение, да. Да, и я по полной ночи проволновалась, потом вырубилась. Сейчас я, когда проснулась, чувствую, опять, тьфу, скорее бы этот день прошел, или что-то узналось, или как-то выяснилось, хочется ясности. Ну, идем, будем лежать в экскурсии, вот сейчас поедем, и когда выйдем, я все расскажу, что там, что и как. Подошли на место встречи, будем ждать Веронику, с которой мы поедем, и посмотрим. Смотрим, немножко, да, волнение такое присутствует, вроде, что такого, а вот как-то, знаете, ну, человек, видно, такой странный, странное создание. Ну, да, нет, потому что мы реально тревожимся, мы хотим, мы уже здесь решили, я уже даже привыкла, и как-то зимой чего-то там куда-то дергаться, не знаю, хочется остаться. Не хочется, да, да, ну, посмотрим. Все, друзья, мы подъехали к Геочу, идем решать нашу судьбу. Ну, Веренька говорит, что у всех так, не знаю, для чего они ержат три месяца, говорит, наверное, может быть, человек, если пришел после трех месяцев, ну, значит, типа, он здесь. А не пришел, ну, значит, уехал и уехал, и все, типа, и денежки в казну. Наверное, из-за этого, не знаю. Ну, вот она говорит, сколько людьми ходили, как только придешь, просто дашь паспорт, он посмотрит, причем, говорит, раньше 90 дней даже не возьмет. А он уже, когда прошло 90 дней, он возьмет паспорт, забьет его в систему и скажет, все, ждите, скоро получится. И буквально второй, ну, максимум на третий день все приходит одобрение. Мы идем, он там впереди, эта палатка, где Геоча, где флаг висит, не буду там снимать. Ну, что, ребята, вышли мы из Геоча, зашли, дали паспорта, он ввел паспорта, отправил нас в верхний кабинет, и в кабинете мы просто даже паспорта не смотрел, спросил, когда вы были на рандеву, 4 июля. Ага, он сказал, 4 июля. Или в эту пятницу точно вам будет ответ, потому что я сейчас обрабатываю 19 июня, у меня еще там есть 20 июня папки. Ну, в эту пятницу вам точно придет ответ, но если я не успею, это вот я говорю вам дословно, если я не успею все это до этой пятницы, в эту пятницу сделать, тогда точно будет в следующую пятницу. Вот, и все, поулыбался, и все, не волнуйтесь, он даже по-русски, слушайте, говорит, перешел на русский, типа, не волнуйтесь, все будет хорошо, все вам одобрят, не волнуйтесь. Ну, вот так мы ушли. Еще вопрос интересный. И расспросила у Вероники, а что делать, если вот, допустим, мы 3 месяца ждали, а вдруг, ну, какая-то ситуация, может, там мама умерла или кто-то умер, надо выехать. Как выезжать на справку? Она говорит, что раньше давали эти справки здесь. То есть приходишь, говоришь, что тебе надо срочно выехать, тебе давали справку, что у тебя поданы документы, и тебе давалось 10 дней. Ты на 10 дней в течение 10 дней должен был ехать обратно, не было никаких проблем. Теперь эту справку с февраля, она говорит, не дают. Она говорит, не знает, только в Алании ее не дают или везде, ну, короче, вот в Алании ее не дают. Она говорит, была такая даже ситуация, что с человеком позвонили на горячую службу, они сказали, делайте запрос. Мы сделали запрос, запрос пришел сюда, на запрос они ответили, что да, приходите, мы дадим справку. Типа, человек пришел с тем ответом запроса, что у меня номер запроса такой-то, такой-то, мне нужна справка. И все равно в Герче этот человек ему сказал, я же сказал, ничего не дам. Он говорит, ну, мне надо выехать, ну, выезжай, выезжай со штрафа, мы заезжай обратно, плати штраф, типа, ну, видите, деньги, ничего личного, скажем так. Ну, вот Вероника не знает, говорят, что такой бардак только в Алании, в других местах его нет. Ну, опять же, не знаю, это все со слов, ну, а нас обнадежили, и мы будем ждать или в эту пятницу, или в следующую. Вероника говорит, как правило, как после обращения сюда, очень все, процесс в течение двух-трех дней проходит. Так что буду ждать, буду вас держать в курсе, друзья. По пути заехали в метро, магазин большой, посмотрим, что-нибудь здесь минеральные водички куплено, что в Ашке ее нету. Заехали в метро. Покажу вам, если что-то интересное будет. Давайте рыбку посмотрим, сколько у нас здесь. Леврек, по выловленному морю, 275. Смотрите, сколько рыбы и цены, все видно. Да, рыбок метро, конечно, много. Ох, какая красивая, прямо из моря. Цены тоже видно. Креветки 215, большие 308, кальмары 149, устрицы 81, мешочки стимидии 42, и, друзья, раки. Раки по 300, зато шутки огромные раки. Еще много всякой дорады. Дорады 163, леврек. Немного рыбового поры. Рыбы реально много. Вы хотите его, такой метр, леврек, по 124, недорогой. Свеженькие, глазки чистые, вот там большая рыба. Лососи разные, 217. 408, много рыбы. И даже живой большой омар. Ходили в метро, купили, так, соус, дезодорант. Минеральной воды нету, представляете, нету Вашки у нас давно. Вот именно минералки газированные нету. И здесь нету. Спросила Вера, они когда сказали, на следующей неделе, когда точно неизвестно. Но вот в Сече, в Сече там есть минеральная вода, я там хожу, беру. Почему-то в жару, особенно после, когда здесь спортом позанимаешься, хочется именно вот минеральной с газами. Не знаю почему, может потому, что уходят минералы. Заедем еще в Сечь, друзья. Мы в Оба, в новом районе. Заехали еще сюда, в Тахтакале, магазин. Вот он, здесь большой продуктовый магазин. Мне нравится этот район. Здесь Оба я уже неоднократно показывал и говорил, что приятно здесь. Новые дома, все новые кафешки. Такие много кафешек, причем интересных. Покажу вам, видите, Оба-Кирбаси кафе сразу. На другой стороне, хоп, еще кафе, патисерий. Там дальше, следующее сразу кафе. Интересный район. И горы далеки. Я ходил здесь. Мы вот сюда, в Тахтакале, зайдем. Такой большой магазин. Здесь и продукты. Мы редко сюда ходим, когда машина была, еще заезжали. Он недалеко от метро. Видите, можно все купить. И земля даже для цветов, столы, садовая мебель, горшки. В общем, все, что хотите. Много чего. Мороженое, кофе. Ну и внутри такой же он почти как метро. Чуть поменьше, конечно, но можно тоже все купить. Серега, смотри, Рождество на нас. А, да. Рождество на нас только на Рождество. Но я хочу его встретить в Турции. Хочу его встретить в Турции, не в Таллине. Хочешь, значит, встретишь, что-то переживать. Видите, всего можно, все можно искупить, все продается. Большой магазин, не буду показывать. Просто все в нем есть, так же, как в метро. И цены здесь хорошие. Друзья, хамси, что мы один раз хотели. Чупра 189, кефаль 109. Ну, рыбы много тоже. Видите, как много рыбы. Тоже снимаю. Рыбы очень много. Прям завал. Вот мясо, видите, хорошая говядина. И цена у нее 525 лир. Ну, такая прям хорошая говядина. Есть вот 280, 280. Видите, это уже баранина, друзья. Это тоже баранья нога. Смотрите, дерево с такими интересными плодами. Издалека вообще как будто летучие мыши. Они черные плоды и раскрыты, видите, как интересно. Высокли уже. Интересное дерево. Большие есть. Кстати, проезжали сейчас мимо, знаете, бутылочные деревья. Я вам показывал такое толстое, с большими шипами дерево, на котором пух такой был, прям вата. Помните, я показывал, кто нас постоянно смотрит. Мы сейчас проезжали мимо. К сожалению, проезжали. Оно цветет. Оно цветет большими розовыми цветами. Представляете, октябрь месяц, дерево цветет. Класс вообще. А, вон, покажу вам сейчас. Оно здесь тоже есть рядом. Класс. Смотрите, как здорово. Вот эта вата, как я говорил. Сначала такие огурцы. Огурцы взрываются, становится вот эта вата. А вот оно цветет, представляете? Цветы. Обалдеть, это у нас сейчас на дворе октябрь. Смотрите, оно цветет. Обалдеть. И пчелы есть, видите, как здорово. Все, друзья, мы дома. Вернулись мы с Гетча. Ничего толком мы там не разузнали. Он не взял даже ни фамилии. То есть посмотрел по паспорту. Внизу сказал идти к инспектору наверх. Инспектор уже не смотрел ничего. Но, правда, он взял бумажку, которую я ему снизу написал. Посмотрел и сказал, что сейчас он делает за 19 июня. Потом у него еще и 20 июня. А потом будет июль. И типа не волнуйтесь, на следующей неделе все будет в порядке. Ну, будем ждать следующую неделю. В следующей неделе, пятницу, он сказал, уже все, не волнуйтесь. Даже на русский перешел. Типа мы были с переводчицей. Он даже перешел на русский. Типа не волнуйтесь, все будет в порядке. Следующую пятницу все будет хорошо. Ну, посмотрим, ждем. Тут пошел Станиславский. Не верю. Да, пришла Ира пессимист. Нет, реалист с пессимистическим уклоном. Не верю. Ребят, ну что значит уклон? Человек хотя бы взял фамилию нашу, выписал для приличия хотя бы. Да как будто бы он пишет. Он же 4 июля сказал. И 4 июля у него было на 8 часов, на 9 часов, на 10. Он целый день делает сразу. Там лежат папки на лаву. Короче, видите, пессимист и оптимист. Да, папок, кстати, много. И вот сейчас он прямо кинется. Не верю. Посмотрим. Короче, выхода у нас нет. И делать нам нечего, окромя только ждать. И надеяться. Будем ждать. Друзья, а вечером, в этот день, как ходили в Гёчь с утра, а вечером мы идем на день рождения. Сегодня у Иры, ну вот у Высокой, которая Высокая, с Сергеем приехали. Друзья детства наши. У нее сегодня день рождения. Представьте, 55 лет. А завтра они уже уезжают. Ну, ребята прилетели отметить юбилей. Молодцы. И вот мы идем. Долго они выбирали, где хотят отметить. Да, думали, может, в центре. Или вот здесь все-таки решила. Она здесь, в ресторане класс. Потому что там все-таки музыка. Не просто, чтобы прийти, поесть и сидеть, моргать. А все-таки, что и музыка. И можно, может, потанцевать, чтобы как бы запомнилось это. Ну, мы туда часто ходим. Там поет Лейсан. Вы все слышали, знаете, та, которая у Зейра на свадьбе была ведущей. У нее хороший голос, да. Ну, в общем, все покажу. Ну, как говорится, на вкусы у всех разные. Кому нравится, кому не нравится. Нам репертуар нравится. И голос у нее хороший. Она поет. Она хорошо поет. Как это, без фонограммы. Так что, друзья, увидимся. Какие пацаны здесь в футбол играют. Дороги здесь каждый вечер, только футбол на дороге. И здесь у нас большая детская площадка показывала уже. Вот здесь, друзья, мы будем праздновать. Класс Мо называется ресторан. Но мы здесь были неоднократно, но интересно. Здесь и вкусная кухня неплохая. И, самое главное, песни красивые. А вот они уже здесь. Привет! Привет, именинница! Привет, привет, привет! Привет! И на тебя от меня цветы! Господи! А это тебе подарок от нас памятный. Все-таки, да? Все-таки, да? Спасибо большое! Юречка, поздравляем тебя, дорогая. С днём рождения и счастья. Я сколько лет тебя знаю с детства. Ты отличная мать. Да, вот классная жена, хороший друг ты. Я желаю тебе здоровья, много солнечных дней, чтобы мы чаще видели, чтобы у тебя все твои мечты забывали. Ведь я люблю искренне тебя. Спасибо большое! Спасибо вам большое! Сделали заказы, официально подходил, заказали тибоны. Вот наш стол. Мы красиво сидим. Тибон, это стейк. Я избрал, уже он довольно вкусный. Ира заказала себе вон филе, какое-то телятина от шефа. Но она всегда well done. Ира любит в угли. Чтобы было в угли. Никакой крови я нет, я крови боюсь. Не, ну медиума крови нет. Ну ладно, посмотрим, расскажем. Два раза я избрал, типа он был вкусный. Всегда, знаете, это лотерея, когда заказываешь стейк, а не стейки. В разных ресторанах по-разному. Вот, все зависит от повара. Ну, все покажу. Диана, мы принесли хлеб. Сначала вот такие намазки. Раздают и всякие макалки, и печеный хлеб, смотрите. Может быть, мясо дрова заказывали? Мне заказывали мясо, да, порвали на это самое, и нам помакали. И горячие, спички, его пекут сразу. Вот, друзья, печка, где нам, вот хлеб нам принесли. Вот этот вот, видите? Дарова! Вот это хлеб, и вон печь, видите, настоящая печь. Дровяная. Там они пекут этот хлеб. Еще вот это вот, вот, делают пицца, типа, турецкая. Она так работает, прикольно. Вы видите, кому-то его ребрышки делают уже. Кухня здесь неплохая, но, вот говорю, от повара зависит. Не знаю, как ребрышки. Вроде на вид сейчас были красивые. Как нарвешься. Друзья, принесли нам авокадо-салат. Смотрите, красиво выглядит. Овощи. У тебя что было, Сергей? У нас вечер не заканчивается. Гриле овощи заказывал Сергей. Такие вот гриле овощи, горячие. Ну, классные они, кстати. Друзья, принесли нам наши стейки. Это вот Тибон, Тибон-стейк. У Сергея Тибон-стейк. Штюмиры Тибон-стейк. У меня сейчас такой же будет. Ой, вот это вот. Вот стейк здесь, у него запаха, у Сергея. Слушайте, да, Тибон-стейк здесь шикарный. И вот мой Тибон-стейк пришел. Смотрите, тоже разружает. Классно. Привет. Красиво. Классно-стейк красивый. Эти блогеры. Мы в мире принесли ее засушенной. Два кусочка колбаски красиво. Это стейк от шеф-повара. И он в дрова. Сейчас мы проверим сразу. Я люблю, чтобы был велдон. Да, посмотрите, он вообще даже не розовый, как я люблю. Слушай, нет, он красивый. Да, не розовый. Друзья, Лисан здесь поет. Начинается вечер, вечер. Я думаю, пора начинать уже. Песни и танцы. Желаем всем вам приятного вечера. Увыщего дивинка. Як шамадлирусь себе. Слушайте, голос у нее, конечно, бесподобный. Обалденно. У нас пока время живой музыки, потому что я живая, поэтому я и пою. В живом формате. Окей, ребята, теперь у нас есть музыка. И после этого у нас есть... Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА DimaTorzok 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 Представляете, эта девочка-поклонница Александра, они с папой каждый день приезжают, и она поет, представляете? Это караоке, кто-то из гостей вышел. Я бы хотела всех желающих, чтобы вы пригласили друг друга на этот красивый танец. Мужчины, пожалуйста, приглашайте. Первый раз мы здесь попали, так что караоке, собственно, даже не знали, что здесь караоке. Это пускайный фонарчик для всех вас, дорогие друзья. И светильник, и троих прикосновений, почти, почти поделили слава. Я бегу по полю снежному, по счастью безмятежному, скучаю. Я бегу по полю снежному, как круто, но все по-прежнему, люблю я. Рады, счастья и здоровья в этой красивой Турции. Опа-опа-опа, олимпийский. Выходит, голубчики досидели прямо до закрытия. Вот это отметили день рождения, да, Ира? До самого конца. Карета превратилась в текло. Я сказала, как мы скучно живем в Эстонии и Финляндии, господи. Если бы у нас так было бы. Как у нас в деревне. Нет, у нас, может быть, и есть такое, но у нас настолько закомплексованные люди, что, ну, я не знаю, чтобы пойти, вот, мы были недавно на дне рождения, где просто вот девушка пела и все сидели. Мы одни с Серегой танцевали. И я говорила, ну, блин, ну, почему? Человек старается, поет. Ну, что вы сидите? Ну, давайте, ну, поддержим как-то. Может, потому что северные люди такие замороженные? Нет, я думаю, я не знаю почему, но очень жаль. Вообще классно, супер, мне так понравилось, что... Ну, мы рады. Мы рады, да. Что день рождения твое будет тебе вспоминаться. Да, и вообще, ну, раз мы снимаем сейчас, да, я вообще хотела сказать огромное спасибо семье Терентьевых. Вот, они выполняют огромный труд. Вот, мне жалко, что я не могу вот с подписчиками, например, сейчас задать вопрос, например, ну, скольким подписчикам, например, помог блог Терентьевых, да? Например, нам он очень помог. Мы когда приехали в Аланию, в Макмутлар, то есть для нас это было, ну, вот как все родное, как будто мы уже здесь были, ну, я не знаю, как будто мы уже тысячу раз здесь ходили. Вот. И поэтому я считаю, что это огромный труд. И жалко, что этот труд не оплачивается. Вот. Он оплачивается лайками и добрыми комментариями. Да, но я хочу сказать, Серега, сколько у тебя подписчиков? Ну, сейчас 15 с половиной тысяч. Ребят, вот смотрите, 15 с половиной тысяч, да? Ведь, ну, наверняка, сколько смотрят? Ну, 10 тысяч 100% смотрят, да? Если бы каждый подписчик 1 евро... 1 лайк. 1 лайк, 1 евро. Это же лайк и комментарий, это самое важное, да. Нет, я считаю, что каждый труд должен оплачиваться. Нет, хотя бы, говорю, каждый ставил лайки, и то бы было хорошо. То есть лайк, комментарий, досмотр до конца, да. Без перемотки. Это уже бы было здорово. Короче, всем подписчикам на будущее. Я желаю всем сюда приехать. И, я не знаю, тоже пройти этот путь, что проходит Терентьево, в конце концов. Отдыхайте, наслаждайтесь, приезжайте. Ребята завтра уезжают. Да, я безумно им благодарна. Просто вот, я не знаю, мне кажется, вот все, что... А я рада, что они смогли приехать, исправить Иришкину днюху. Мы ее поздравляемся, любим. Это отличный человек, она такая подруга, она замечательная мать, хозяюшка. И просто хороший человек. Очень добрая и отзывчивая. Спасибо большое. Я вам тоже очень благодарна. Вообще, за этот вечер это просто был... Ну, просто фантастически. Я даже не ожидала. Во-первых, еда была какая вкусная. Атмосфера какая была классная. Атмосфера сегодня на удивление. Караоке была. Первый раз мы на караоке помолили. Ну, видели, да, что она разрешила пить кому-то. Так что я всем желаю, в принципе, того же, кто приедет сюда, чтобы ощутили все те же самые эмоции. Я хочу сказать, что, ну, вот все, что вы говорите, так и есть. Добро пожаловать в Аланье. То есть это не то, что там, ну, люди там как-то из себя что-то строят, да, или как-то вот, вот они такие, какие есть, абсолютно, да. Так что мы сегодня встретили кучу подписчиков, которые... Все подходили, все здоровались с Серегой. Это классно, здорово. Я рада за вас. Спасибо вам огромное. Люди раскрепощенные, открытые. Я вам желаю вообще кучу подписчиков, вам желаю успехов, удачи. И кнопку, да, приедем, мы будем кнопку справлять в классе. Да, все, да, отлично, супер. Все, договорились. Спасибо вам, ребята. Серега, спасибо. Хорошего полета. Да, мы постараемся. Хорошие дороги. И красивые солнечные осени и зимы. Быстро-быстро пролетевшие. Все, пока, ребят, хорошие дороги. Пока, пока.